Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, его ведущий Олег Бурылов. Буквально несколько минут назад, минут 20, я стал свидетелем и участником отвратительной сцены, разыгравшейся на улице Мира. Я шел, как обычно, люблю гулять ночью. Иду, слушаю музыку, какие-то свои мысли гоняю. Ну, ночью, когда гуляешь, как бы, остаешься наедине со своими мыслями, наслаждаешься музыкой, не видишь людей, их взгляда. Знаете, друзья, в последнее время я смотрю в глаза людей и многие просто отворачиваются. Кто-то смотрит под ноги, у кого-то взгляд просто откровенно, ну, знаете, отталкивающий, наглый. Особенно вот это у девушек, у женщин. Не хочется смотреть в эти глаза. Говорят, глаза, зеркало души, на самом деле так и есть. В некоторые души просто не хочется смотреть. Ну, это ладно, как говорится, лирика. Вот иду я, слушаю музыку, никого не трогаю. И вдруг вижу, вернее, услышал сперва сквозь шум музыки, в наушниках шел. Слышу, кто-то кричит, женщина какая-то. Присмотрелся, смотрю, женщину, мужчина схватил и выкинул просто на улицу Мира, прямо на проезжую часть. Сейчас всячески ее там уже, ну, борет просто, я не знаю, душить или что, начал уже. Я просто снимаю наушники, кричу, что делаешь там, прекрати, отпусти ее, выбегая тоже на проезжую часть. Слава богу, конечно, машин не было. Выбежал на проезжую часть, остановил его, он увидел, что кто-то мешает уже, отпустил женщину. Все, они ушли в сторону дома. Затем я говорю, что произошло-то? Женщина плачет. Мужчина, видно, что-то какая-то ссора, видимо, была. Хочет к ней подойти, говорит, извини меня. Она говорит, я тебя не прощу. Он опять что-то начинает. Я говорю, прекратите, говорю, что вы делаете? Я говорю, дайте слово, что вы не будете бить женщину. Он говорит, уйди. Я вижу, что он, ну, будет продолжать ее избивать. Я говорю, я не уйду, я сейчас ментов вызову, сотрудников правоохранительных органов. Ну, понятно, я там не буду же с ними драться вдвоем. Потом еще меня самого осудят, скажут, зачем ты лезешь. Знаете, вот тоже вспоминается пословица русская народная. Две собаки дерутся, третья не лезь. Ну, вот это собаки. До тех пор, пока мы будем вести себя как собаки, мы будем лаяться и кусать друг друга. Но если мы будем вести себя как люди, как человеки, то у нас наконец-то появится гражданское общество. Это зависит от нашей активности. То есть, если человек, каждый, будет стоять на своем до конца, то есть, увидит какое-то преступление, какой-то проступок, говорит об этом окружающим громко. И окружающие рано или поздно будут слушать, вот так и меняется общество. Ну, я отвлекся от основной темы. В конце концов, мужчина сказал, я даю слово, обещаю, что бить ее не буду. Все, я ему протянул руку, он ее пожал. Я, понимаете, вижу, что он начинает ее целовать, она плачет, конечно, обнимает ее. Я лишний в этой ситуации, уже стал. Вот только что я был тут необходим, но в этот момент я стал лишний. Все, я ушел. Кто-то может сказать, надо было там вызывать правоохранительные органы. Я считаю, что не надо было вызывать правоохранительные органы. То есть, я их успокоил. Дальше они уже сами решат, что и как будет. Я не думаю, что там разыграется конфликт. Знаете, друзья, у меня вот есть такое предчувствие, что не зря я шел все-таки, оказался в этом месте именно в это время. Как говорится, божественное провидение. Я верю в Бога, я верю, что все происходит не просто так, как говорил американский политический деятель Бенджамин Франклин. Без его ведома даже малая птичка не может, не смеет пасть на землю. Что уж там говорить о государствах. Ну, возможно, я просто старый кретин. Кто-то скажет, атеисты. Возможно, так и есть. Но я верю, что я оказался в нужное время, в нужном месте. И, возможно, предотвратил что-то нехорошее преступление. Действительно. То есть мужчина мог вполне и искалечить или убить эту женщину. Сейчас я думаю, что они все-таки помирятся. Повторюсь, что я уже увидел, что они начинают мириться. Я себя почувствовал в этой ситуации лишним и ушел. Друзья, будьте активными. Не будьте равнодушными. И равнодушие, так же, как и пропаганда, убивают нас изнутри. Убивают наше общество. До тех пор, пока мы равнодушны к судьбе окружающих нас людей, к их боли, к их несчастьям, мы сами так и будем плохо жить. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Или дизлайки, если не понравилось. Ваше право. Последняя мысль еще. Вы знаете, вот... Чем доброе дело отличается от хорошего? Я уже в одном из роликов своих говорил. То есть, доброе дело, это когда мы делаем что-то доброе, добрый поступок. И никому об этом не рассказываем. В данном случае я свое доброе дело понизил в статусе, так скажем. То есть, я рассказал об этом окружающим. Но я не считаю, что я сделал что-то плохое. Наоборот, я все-таки продвигаю добро, идею, так сказать. Я как сеятель, по сути. То есть, я разбрасываю зерна вот этих идей добра, справедливости. И рано или поздно они взойдут в ваших головах. Потому что мозг человека, это все-таки та кладовая, в которой остается вся информация, которую мы видим в этом мире. И рано или поздно вот эти зерна, они в вашей голове взойдут. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. Продолжение следует.